Снегоход не игрушка, а серьезное транспортное средство. Приобретая внедорожник, некоторые владельцы зачастую пренебрегают правилами эксплуатации ОНОВА. Только за прошедший месяц рабочей группой регионального гостях надзора проверено более 300 снегоходов. Также еще нами было проверено порядка 10 снегоходов. Это иногородних, то есть это и Самарская область, и Татарстан. Упор мы в этот год делали поем реки Черемшан. Такие муниципальные звания, как Меликецкий, Демпрократ, Старый Майнер, Акваторий Волги, Сенгелей и так далее. Но и два нарушения после Майнерского района было выявлено. То есть такие муниципальные звания тоже у нас попадались. Нарушают по-разному. Некоторые садятся за руль, не имея документов на управление транспортным средством. У других права есть, правда просроченные. А кто-то и вовсе пренебрег регистрации снегохода. Так, Эдуард Гумирович, а у вас снегоход не зарегистрирован, да? Ну, пока я только приобрел пробные поездки. Пробные поездки. А почему вы нарушаете сроки регистрации? Отчасти нехватка времени. За более чем 200 рейдов специалистами гостехнадзора выявлены десятки нарушений правил эксплуатации снегоходов. Однако по сравнению с прошлым годом количество недобросовестных владельцев внедорожников, хоть и немного, но все же снизилось. Конечно же, это человеческий фактор. Кто-то не хочет платить налоги, кто-то думает, ну, на вось проеду и так далее. Я считаю, что тут никаких проблем нет. Регистрации проходят у нас в каждом муниципальном образовании. Тем более сейчас до второй ступени эту данную госуслугу мы можем оказать через МФЦ. То есть, никаких вопросов нет. Мы всегда готовы делать то, что от нас зависит. Следующие рейды гостехнадзор проведет уже летом. Только теперь объектом пристального внимания рабочей группы станут тракторы. Ведь количество нарушений, связанных с этим видом транспорта, ничуть не уступает зимним внедорожникам. Продолжение следует...